Собака, которая считается лучшим другом человека, иногда отходится очень дорого. В прямом смысле, ведь щенки самых дорогих пород собак стоят от полутора тысяч долларов и выше. Однако многие любители собак готовы заплатить большую сумму, чтобы получить питомца, которым можно не только гордиться, но и использовать для разведения в элитных питомниках. В конце видео вы узнаете, сколько стоит самая дорогая порода собак. Подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Представляем вам 10 самых дорогих собак в мире. Бишон Фризе. Среди дорогих собак особого внимания заслуживает миниатюрный Бишон Фризе. Минимальная сумма этого пса составляет 500 долларов. Впервые порода была выведена на территории Франции, чтобы во время долгих морских путешествий вылавливать крыс на корабле. Позже они стали любимой забавой королей и королев. Сегодня эти маленькие друзья привлекают к себе внимание своей игривости и внешней беззащитности. Чун Цин. Чун Цин вскоре сможет взобраться на вершину нашего рейтинга. Из-за ограниченного количества и большой известности, титул «Самая дорогая собака» вскоре может достанется этому удивительно привлекательному китайскому виду. Чун Цин почитались императорами еще до нашей эры. Они прекрасные защитники и отлично ладят с людьми. Стоимость этого китайского чуда не менее тысячи долларов. Чехословацкая волчья собака. Порода чехословацких волчьих собак была выведена для оказания помощи пограничным патрулям, но позже ее стали использовать для поиска и спасения людей. Охрана пазмпищ, охоты, спортивных соревнований и множество других задач. Это умный, сильный и мужественный зверь легко уживается с другими домашними животными. Он нуждается в опытной руке, регулярных тренировках и не подходит для людей, которые заводят своего первого питомца. Минимальная сумма этого пса составляет 1500 долларов. Перуанская орхидея Винков. Второе название этой породы – перуанская голая собака. Стоимость от 2500 долларов. И пусть это еще не самая дорогая порода собак в мире, зато одна из самых редких. А еще перуанская орхидея Винков – одна из нескольких пород безволосых собак. Волосяной покров на теле животных отсутствует, и это связано с наличием особого гена. Он не всегда передается по наследству, так что среди этих собак встречаются и волосатые. Чау-чау. Оригинальное название породы Чау-чау на одном из китайских наречий звучит как Сангшекуан, что означает собака – мохнатый лев. И я думаю, многим знакомы эти пушистые собаки с необычным синий-черным языком. По отношению к людям порода Чау-чау проявляет очень приветливый и дружеский нрав. Вновь и неправильном воспитании способны стать одной из самых опасных собак в мире. Стоимость этой собаки не менее 3000 долларов. Акатаину. Стоимость – от 3 до 4 тысяч долларов. Эта сильная и доминирующая собака может быть агрессивной по отношению к другим животным, если ее социализация не была проведена должным образом. Она обладает сильным собственноческим инстинктом. А если прибавит к этому упрянство и немалый вес – от 40 до 45 килограммов, то становится понятно, что это неподходящий компаньон для слабого или ленивого человека. Зато Акатаину – идеальная собака для охраны частного дома. Афемпинчер – древняя порода миниатюрных собак, выведенная в Германии примерно в начале 17 века, изначально использовалась в качестве красолова. Название получилось из-за небольшого внешнего сходства с апесьянами. Они – прекрасные охранники, в случае необходимости очень громко дадут всем вокруг знать о присутствующей опасности. Собаки данной породы обладают задорным нравом, активные, довольно любопытные, безгранично преданные своим хозяевам. Стоимость Афенпинчеров может варьироваться от 2500 до 5000 долларов. Фореонного собака – древняя порода охотничьих собак, история которых начинается не менее 5000 лет назад. Об этом свидетельствует их изображение, найденное в древнеегипетских гробницах. Предполагается, что породу привезли на острова Средиземного моря, финикийские купцы, ведь она долгое время сохранялась в чистоте. В Великобританию фореоновые собаки попали только в 1920 году, а уже в 1975 году получили официальное признание. В России встречаются крайне редко. В основном используются как собаки-компаньоны. Фореоновые собаки – умные, игривые, привязчивые и добрые животные. Однако в их характере присутствует некоторая властность. Цена на собак данной породы может достигать до 6000. Тибетский мастиф – это вторая самая дорогая собака в мире. Фото тибетского мастифа не может в полной мире передать всю мош, огромный размер и красоту породы. Тревосходные охранные качества породы делают ее хорошим выбором, если вы ищите собаку для защиты частного дома или пастбища. Однако тибетский мастиф обязательно нуждается в дрессировке, физических нагрузках и социализации. Если такой громаде не скучно, она может перевернуть весь дом вверх дну. В 2013 году редкий тибетский мастиф был продан в Китай за 1,9 миллиона долларов. Стоимость щенков около 7000 уе. Самая дорогая собака в мире на данный момент имеет цену, способную достигать 10000 долларов. Первое место у тибетского мастифа отвоевал самаяд. Эти милые псы, похожие на плюшевую игрушку, требуют хорошего ухода. От него зависит внешний вид черсти и здоровья. В условиях высоких широт она верой и правдой служит человеку вот уже много столетий. Суровые условия севера предъявляют к собаке, живущей рядом с человеком, особые требования. Охрана оленьев стад, охота на дикого зверя, работа в упряжке. Да практически любой вид деятельности в Арктике невозможно представить себе без участия обученных лаях. Высоко ценятся эти животные и в условиях цивилизованного мира. Если вам было интересно, поставьте лайк и подпишитесь на канал Найс Класс. Пишите в комментариях, какие из дорогих пород знаете вы?